МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы собрались до половины цикла. И поговорим сегодня о президенте Вудро Вильсоне и его женщинах. Вильсон принадлежит числу президентов, которых оценивают диаметрально противоположно. Некоторые историки сравнивают его с Джорджиом Вашингтоном и Авраамом Линкольном. Эти историки напоминают о роли Вильсона в победе Атланты над Германией в Первой мировой войне, о принятых в годы его правления законах, которые разрешали профсоюзам участвовать в переговорах о трудовых соглашениях с владельцами компаний и запрещали детский труд, о создании Федерального резерва Центрального банка Соединенных Штатов Америки, о 19-й поправке Конституции, которая гарантировала женщинам участие в выборах. Но есть и другие оценки. Например, Джона Голдберг, автор бестселлера «Либеральный фашизм», считает, что политика Вильсона была во многом фашистской, напоминая, что в годы его правления помещали за решетку тех, кто выражал несогласие с его политикой. И при нем свирепствовала цензура. Познакомился с Мудрой Вильсоном и его женами. Вильсон – один из самых образованных президентов в истории США. Он был профессором в нескольких университетах, в том числе в Принстонском, президентом которого являлся в течение 8 лет. В 1910-м 54-летний Вильсон решил заняться политикой и был избран губернатором штата Нью-Джерси. Спустя два года Вильсон победил на президентских выборах. Ко времени вселения в Белый дом президент был женат 27 лет. Его жене Элен Эксон Вильсон было 53 года, когда она стала первой леди. Супруды были южанами. Вильсон родился в Вирджинии, его будущая жена в Джорджии. Элен с юных лет увлекалась живописью, музыкой и литературой. Она полагала, что никогда не выйдет замуж, поскольку не встретит достаточно образованного мужчину, мужчину достойного ее. Но в апреле 1883-го она познакомилась с Вудро Вильсоном, аспирантом университета Джона Хопкинса. Вудро и Элен сочетались браком спустя два года, когда Вильсон стал профессором в университете Уэслиен в Коннектикуте. У них родились три дочери. И весной 1913-го 27-летняя Маргарет, 26-летняя Джесси и 24-летняя Элеонор поселились вместе с родителями в Белом доме. Вильсоны выглядели вполне счастливым, благополучным семейством. Но, как говорят англичане, у каждого в шкафу свой скелет. Счастье Элен было в дочерях. Им она уделяла повышенное внимание. Она любила мужа, но со временем перестала восторгаться им. А супругу требовалось восхищение женщин, их обожание. В детские годы его обожали мать, сестры и кузины. «Я был маменькиным сынком», – вспоминал взрослый Вильсон. Летом 1907-го года Вильсон, тогда еще президент Принстонского университета, едет в отпуск на Бермуды. Едет один. Элен остается в Принстоне с дочерьми-подростками. Вильсону 51 год. Он знакомится на Бермудах с Мэри Пэк. Мэри ничем не напоминала Элен. Жена читала исключительно серьезную литературу. Мэри увлекалась детективами. Элен предпочитала классическую музыку. Мэри отдавала предпочтение оперете. Насколько Элен была холодна, настолько Мэри горяча. Едва познакомившись с Вильсоном, Мэри стала вслух восхищаться умницей президентом Принстона. Что нам, мужчинам, еще надо? Вернувшись из отпуска, президент Принстона начал засыпать Мэри письмами. Моя идея – френд. Так начинал он каждое письмо. И Вильсон взял за правило отдыхать на Багамах в обществе Мэри, оставляя жену дома сначала в Принстоне, а затем став губернатором Нью-Джерси в Трентоне, столице штата. Знала ли Элен об этих отношениях? Ну, разумеется, знала. Но терпела. И знала, конечно, не только она одна. Когда однажды профессора физики Принстонского университета Уильяма Фрэнсиса Мэдди спросили, чем, по его мнению, занимаются президент университета и мисс Пэк, тот небезъехисто заметил. Лично я думаю, что он читает ей стихи. Вильсону повезло жить в начале 20 века, а не в конце. В 1992 году широко обсуждались внебрачные связи кандидата демократической партии Билла Клинтона. За 80 лет до этого, в 1912 году, Теодору Рузвельту, сопернику Вильсона в борьбе за Белый дом, предложили рассказать избирателям о внебрачной связи кандидата демократической партии. Рузвельт отказался. Не существует, сказал он доказательств, которые заставили бы американский народ поверить, что такой человек, как Вудро Вильсон, может исполнять роль Ромео так же превосходно, как аптекарский клерк. Вильсон победил на выборах Рузвельта и действующего президента Тафта, но теперь его отношения с Мэри Пэк ограничивались перепиской. Что же касается Эллен, то она не испытывала восторга от изменения своего статуса. Была первой леди штата Нью-Джерси, стала первой леди Соединенных Штатов Америки. Ее в первую очередь волновала жизнь дочерей и занятия живописью. Эллен рисовала и продавала свои пейзажи. Она первая в истории, первая леди, которая зарабатывала деньги. Второй и пока последней стало два десятилетия спустя, Леонор Рузвельт. Заработанные деньги Элен жертвовала в благотворительные фонды. Но живописью и дочерьми заботы первой леди не ограничивались. Она помогала мужу готовиться к выступлениям. Элен и ее дочери обязательно присутствовали на выступлениях президента в Конгрессе. Элен активно участвовала в президентской кампании мужа. В 1912 году встречалась с избирателями. Для нее этим никогда не занимались жены кандидатов в президенты. Вскоре после вселения в Белый дом Элен побывала в местах, где иютилась городская беднота. До нее первые леди не заглядывали в район вашингтонских трущоб, где обитали чернокожие граждане. Увиденное потрясло ее. Элен потребовала от мужа и депутатов Конгресса что-либо предпринять. Результатом ее усилий стал биль о создании столицы, финансированного Федеральным правительством управления по строительству жилья. Биль вошел в историю как закон миссис Вильсон. Он был принят летом 1914, когда первая леди уже находилась при смерти. Элен Вильсон умерла молодой, умерла в возрасте 54 лет. Во время ее болезни обязанности первой леди исполняла незамужняя старшая дочь Маргарет. А после смерти матери Маргарет уехала из Белого дома, начала карьеру профессиональной певицы. Обязанности первой леди взяла на себя 40-летняя кузина президента Хелен Бонс. Она была хозяйкой в Белом доме до 18 декабря 1915 года, когда президент Вильсон женился на Эдит Боллингальд. Вильсон познакомился с Эдит в марте 1915-го, влюбился с первого взгляда и вскоре предложил ей руку и сердце. Окружение президента было в шоке. Ближайший советник Вильсона Эдвард Хаус просил президента повременить. Ведь после смерти Элен не прошло и года. Страна, говорил Хаус, не одобрит. Мол, едва похоронил жену, уже готов к новому браку. А не за горами был 1916 год и президентские выборы. Вильсона информировали, что Мэри Пэк собирается опубликовать его письма. Как потом оказалось, у госпожи Пэк таких намерений не было. Слухи распространяли советники президента, протестовавшие против его брака. Были и другие слухи, будто бы президент и Эдит Гальд убили Элен. Но ничто не остановило Вильсона и Эдит. Их свадьба состоялась 18 декабря 1915 года. Новой первой леди было 43 года. Эдит Вильсон – единственная в истории первая леди, которая в течение продолжительного времени фактически исполняла обязанности президента. Один из тогдашних сенаторов сказал о ней. «Президентша осуществила мечту суфражисток, сменила звание первой леди на звание исполняющей обязанности первого мужчины». Давайте предоставим слово нашему эксперту, писателю, историку, автору академических исследований множества книг о влиянии женщин на американских президентов Карлу Сфераза Энтони. Семейный доктор-президент познакомил его с очень эффектной, остроумной и самоуверенной вдовой Эдит Гальд. Его бывший муж был известным ювелиром. Вудро Вильсон и Эдит сразу стали друзьями, а дружба быстро переросла в страсти. В итоге их стремительный роман стал очевиден для всех. По Вашингтону поползли слухи, шутки и неприличные анекдоты. Вот один из них. Угадайте, что сделала миссис Гальд, когда президент предложил ей выйти за него замуж? Она упала с кровати. О них много говорили, сплетничали. Всех волновал главный вопрос. Как поведет себя Эдит в роли первой леди, которая настала в декабре 2015 года? И как это повлияет на политику президента? Надо признать, что Эдит не отличалась образованностью и интеллигентностью. Ее осуждения часто были недалекими, а поступки импульсивными. Она отказывалась учитывать мнения более знающих людей, поскольку считала свою точку зрения единственно правильной. Коллеги президента всячески пытались отстранить ее от дел, отдалить от президента, но ничего не могло противостоять Эдит. Их отношения не испортились даже тогда, когда были обнаружены любовные письма президента к Мэри Пэк, написанные во время его первого брака. Когда же у Вильсона случился инсульт, первая леди взяла на себя руководство делами президента. Нельзя сказать, что она полностью выполняла президентские обязанности, но она решала, кому и когда разрешено с ним видеться. Она предоставила прессе ложную информацию о том, что Вильсон приходит в себя после сильного приутомления, и ему необходим покой. Болезнь сохранялась в строжайшем секрете. Именно поэтому в его спальню никто, кроме доктора, не допускался. Эдит родилась в Вирджинии и была прямым потомком первых английских колонистов. Ее отец Уильям Боулинг вел свою родословную от Джона Рольфа и Покахонтас, дочери вождя индейского племени Похатанов. Она была седьмым ребенком из одиннадцати детей Уильяма Боулинга. Она и ее сестры начали образование в школах, однако, по словам Эдит, лучшей ее учительницей была бабушка. Пятнадцать лет она поступила в колледж Марты в Вашингтон, в Горном, в Вирджинском городке Абингдон. А заканчивала Эдит образование в столице Вирджинии Ричмонди, в школе для девочек из привилегированных семей. Чему она научилась? Про сказам хорошо знавших Эдит людей ее редко видели с книгой. Писала же она так, что далеко не каждый мог разобрать и понять написанное. А когда учеба осталась позади, наступило время светских раутов, визитов и поисков мужа. Во время одного из таких визитов в Вашингтон, к замужней сестре Эдит встретила известного в столице ювелира Нормана Гальта. И вскоре вышла за него замуж. Ей было 24 года, ему 31. Началась жизнь, не обремененная никакими заботами. Семейное счастье омрачилось лишь однажды. Эдит родила сына, который умер уже через три дня. А в январе 1908 года неожиданно скончался муж, и Эдит стала вдовой. Вдовой в 36 лет. И спустя 7 лет Эдит Боллингальд стала Эдит Боллингальд Вильсон, первой леди Соединенных Штатов. Быстрый второй брак не отразился на популярности президента. Он женился, когда в Европе уже бушевала война. Большинство американцев не хотели, чтобы их страна вмешивалась в конфликт, и Вудро Вильсон был с большинством. Его предвыборная кампания в 1916 году проходила под лозунгом «He kept us out of the war» – «Он уберег нас от войны». И поскольку уберег, то остался в Белом доме на второй срок. Однако в апреле 1917-го Соединенные Штаты вступили в войну в Европе. К этому времени Эдит уже стала к всеобщему неудовольствию советников президента, едва ли не главной помощницей мужа. Вильсон обсуждал с женой каждое предстоящее выступление, каждый готовящийся в Конгрессе законопроект. Не было подписанного президентом документа, которого не прочитала бы сначала первая леди. Вступлением Америки в войну Эдит решила стать примером для всех американцев. Когда в стране был введен рацион на продукты питания, она объявила понедельник в Белом доме, днем без мяса. Среда стала днем без хлеба. Траву на лужайках вокруг Белого дома отныне не косили, ее щипали овцы. Поскольку, считала первая леди, людям следует заниматься военное время серьезными делами. А ведь уж шерсть она отдавала американскому Красному Кресту. А во всех новациях Эдит писали, разумеется, все газеты. Она стала первой в истории первой леди, которую охраняли агенты секретной службы. И она стала первой в истории первой леди, сопровождавшей мужа президента в зарубежной поездке. И мои шои, они мои любимые. Они будут сюда. Окей. И этот баг я не могу снять. Абсолютно. В декабре 1918 года, через месяц после окончания войны, Вильсон отправился в Париж на конференцию, на которой страны-победительницы должны были выработать и подписать мирные соглашения со странами, побежденными в мировой войне. Первая леди прибыла туда вместе с президентом. Вудро Вильсон приехал в Париж с готовым проектом мирного договора. Президент огласил свой проект, когда война еще продолжалась. 8 января 1918 он выступил в Конгрессе с речью, вошедшей в историю как 14 пунктов, 14 points. Это были 14 предложений по послевоенному устройству мира, в том числе создание общего объединения наций, получившего название Лига наций. Проект Вильсона лег в основу Версальского мира. Мир был подписан 28 июня 1919. Спустя несколько месяцев Вильсона наградили Нобелевской премией мира. Страны, подписавшие мирный договор, ратифицировали его одна за другой. В Америке этот договор мог войти в силу только после ратификации Сенатом. Так повелевает Конституция. Республиканец Генри Кэббот Лоджс, возглавлявший Сенатский комитет по международным делам, возражал против включения в мирный договор создания Лиги наций. Вильсон не желал идти на какой-либо компромисс. Он отправился в поездку по Америке с выступлениями в поддержку ратификации мирного договора. 25 сентября в городе Пуэбло с ним случился первый инсульт. Пришлось возвращаться в Вашингтон. Но 2 октября произошел еще один инсульт, после которого он так никогда полностью не оправился. До следующих президентских выборов оставалось еще больше года. Обязанности президента должен был исполнять вице-президент Томас Райли Маршалл. Но ближайшее окружение Вильсона решило скрыть правду от страны о состоянии его здоровья. Президент был прикован к постели. Допускались к нему только жена Эдит, личный врач Кэрри Грейсон и личный секретарь Джо Тамалти. Все документы, поступавшие в Белый дом из Конгресса или иностранных посольств и представительств, попадали в руки первой леди. И она стала единственной связной между президентом и министрами. Она решала, что показать президенту, а что не показывать. Что одобрял и что отвергал лично президент оставалось тайной, поскольку его мнение докладывала исключительно первая леди. Подпись на документах мало напоминала подпись Вильсона до болезни. Вот что говорила первая леди о процедуре с документами. Лично я сама никогда не приняла и одного решения относительно государственных дел. Я решала только одно, что важно, а что нет. И самым важным было решение, когда знакомить мужа с документами. Сейчас я не думаю о стране, я думаю о своем муже. Эдит и Тамалти предложили корреспонденту газеты New York World взять интервью у президента. До сих пор остается тайной, видел ли вообще Сейболт Вильсона. Но историки давно сошлись на том, что в интервью нет ни слова правды о состоянии больного президента. В 1921-м Сейболт был награжден Пуллицеровской премией за интервью с Вильсоном. Только в феврале 1920-го стране сообщили о состоянии здоровья президента. К этому времени он начал поправляться, хотя полностью так никогда и не выздоровел. Едва придя в себя, он выполнил требования жены. Отправил в отставку государственного секретаря Роберта Лансинга. Лансинг был наказан, поскольку осмелился провести заседание Кабинета Министров без участия президента. И Эдит не простил ему этого. Историки предполагают, что Эдит несет вину за отказ сенатора ратифицировать Версальский договор. Известно о ее встрече с сенатором-демократом Гилбертом Хичкоком, который предлагал пойти на компромисс с республиканцами. Однако Эдит отказалась доводить до сведения президента предложение о компромиссе. В результате Сенат не ратифицировал Версальский договор, и Соединенные Штаты подписали мир с Германией уже при следующем президенте – Уоррене Хардинге. Вот что писал Зигмунд Фрейд. «Для Вильсона ничего не имело значения, кроме благородных намерений. Когда он пересек океан для того, чтобы принести раздираемый войной Европе справедливый и прочный мир, он оказался в плачевном положении благодетеля, который хочет восстановить пациенту зрение, но не знает строения глаза и не умеет оперировать». Английский экономист Джон Мейнард Кейнс предсказал, что этот Версальский договор вызовет реваншистские настроения в Германии и приведет к новой войне. А французский генерал Фернанд Фиш был еще более категоричен, сказав в июле 1919 года, «Это не мир, это перемирие лет на двадцать». Он оказался прав с точностью до двух месяцев. Вторая мировая война начнется в сентябре 1939-го. Будра Вильсон скончался в феврале 1924 года, через три года после того, как покинул Белый дом. Эдит пережила мужа на 37 лет. Она умерла 28 декабря 1961 года, в день 105-летия со дня рождения Вильсона. Ей было 89 лет. В 1967 году увидела свет книга «Томас Вудра Вильсон, 28-й президент США. Психологическое исследование». Эта книга немедленно привлекла к себе внимание, поскольку авторами были Уильям Буллетт и Зигмунд Фрейд. Буллетт – один из известнейших американских дипломатов первой половины 20-го века. Был, в частности, первым послом США в Москве после установления американо-советских дипломатических отношений в 1933 году. Ну, а про Фрейда что говорить? Все про него знают. Знаменитый австрийский психолог, основатель психоанализа, оказавший громадное влияние на психологию, социологию, медицину, литературу, искусство 20-го века. Буллетт хорошо знал Вильсона. Фрейд никогда с ним не встречался. Буллетт предоставил Фрейду более 1500 страниц воспоминаний о Вильсоне всех людей, которые близко общались с президентом. И авторы завершили труд в 1938 году, за год до смерти Фрейда. Но еще при жизни Фрейда они решили издать книгу только после смерти второй жены Вильсона. Эдит Вильсон умерла в 1961-м. Книга была издана в 1967-м, в год смерти Буллета. Буллетт и Фрейд не ошиблись, решив дождаться смерти Эдит Вильсон. Нарисованный ими психологический портрет 28-го президента наверняка вызвал бы ее негодование. Не исключено, что она посчитала бы и лично себя оскорбленной. Вот несколько строк. Было бы необычным, если бы единственный сын своих родителей, болезненный, оберегаемый, балуемый и любимый отцом, матерью и сестрами, избежал чрезмерного сосредоточения интереса на себе. На самом деле он всегда чрезмерно любил себя. Все имеющиеся у нас факты говорят о том, что он всегда восхищался собой или грандиозностью своих планов. Тот факт, что вскоре после смерти первой жены, с которой он прожил в браке 29 лет, Вильсон женился вновь, не должен вызывать у кого-либо сомнений в его любви к Эллен Эксон. Опыт учит, что мужчины, бывшие счастливы в браке, склонны снова выступать в брак. Тем не менее, та поспешность, с которой он женился во второй раз, указывает на то, что сколь важным для него было иметь замену матери. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова